Лесники готовятся к пожароопасному сезону. В этом году, по данным МЧС, в зоне риска находится больше полутора тысяч сибирских населенных пунктов. Какую работу для предотвращения пожаров проводят в Сузунском районе, расскажет Евгения Емельянова. Лес — это наше богатство, и общая цель — сохранить и приумножить. Поэтому и работает сегодня тяжелая техника. В Сузунске лесники очищают противопожарные разрывы. Именно они в случае буйства стихии помогут справиться с огнем. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области дает нам государственное задание для выполнения таких работ. Противопожарные разрывы, они в первую очередь прорубаются просекой для предотвращения остановления пожаров устойчивых низовых, верховых, для подъезда техники. Противопожарный разрыв представляет собой полосу шириной от 10 метров, полностью очищена от всяческой растительности. В борьбе с огненной стихией замечательное подспорье. В борьбе с пожарами сегодня помогает и новая техника. Министерством природных ресурсов и экологии региона выделяются серьезные средства. Обновляется машино-тракторный парк. Евгений Кутин говорит, на таких чудо-машинах и работать одно удовольствие. Мы на нем пожары на болотах, разрывы делаем. Тяжелый, сильный. Вот сами видите работу. Только за последние два года в Сузунский лесхоз передали два тяжелых гусеничных трактора, стоимость которых более 18 миллионов рублей. Кроме того, выделены субсидии для приобретения мульчера, а это более 23 миллионов рублей. Лес после пожара страшное зрелище. Наши съемочные группы показали последствия прошлогоднего. Для понимания, чтобы выросли новые сосны, нужно не менее 50-70 лет. И еще, затраты на выполнение работ по противопожарному обустройству лесов компенсируются за счет средств областного бюджета. Евгения Емельянова, Виктор Федотов, Новости ОТС.